Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, 18.15, в эфире национального телевидения. Программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И давайте сегодня мы отвлечемся от проблем экологии, проблем ЖКХ, проблем энергетики и тому прочих. Перенесемся на определенное количество времени вперед, именно на, получается, на день рождения Владимира Ильича Ленина, который объявлен в России в днем голосования по поправкам Конституции. И мы начинаем цикл программ, которые нацелены на то, чтобы как можно больше информации по грядущим поправкам, которые предложены президентом, они дошли до народа. Первым спикером у нас в цикле, цикл по конституционной реформе, соло-цикла программы «Один из нас». Вы вообще во всем первая, Ольга Валерьевна, получается. Ольга Валерьевна Балабкина, зампред правительства республики, юрист. И, я думаю, что не случайно абсолютно, поскольку есть вещи в предмете нашего разговора, которые касаются именно социальной политики, которую в республике курируете вы. Начальный и стартовый домашний вопрос. Абсолютно оппозиционное издание «Медуза» публикует чуть ли не первым пунктом в разделе «Конституционная реформа» изменений в Конституции выдержку из исследований в ЦО. В котором вот те изменения, которые предложены президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, по полочкам, скажем так, разобраны среди определенного количества выборки респондентов. И везде минимальная цифра порядка 60% одобрения. И это «Медуза» — оппозиционный еще раз ресурс. Получается так, что нет, конечно, стопроцентной, как в некоторых субъектах Российской Федерации, поддержки, но большинство россиян, объективно, выступает за те изменения, которые предлагает президент. Почему такая картина? Ну, наверное, потому что речь идет о Конституции. Если брать, что такое Конституция изначально, оно даже с латинского слова переводится как «установление базовых позиций». И изначально базовые позиции устанавливались в части государственного управления. Изменение любое в Конституцию, оно осуществляется в тех случаях, когда назревает та или иная необходимость. И если сегодня мы говорим о переформатировании госуправления как такового, то, соответственно, и назревшие изменения, они сегодня, в общем-то, достаточно четко определены в поправках, которые выразил президент страны. То есть я считаю, что это одобрение и последующее сегодня обсуждение, которое происходит, говорит о том, что назрела необходимость поменять систему управления. К механизму, скажем так, приема заявок на еще поправки, которые следует, будут вынести на всенародное обсуждение в апреле. Есть предложения от духовенства, предложения от жителей определенных населенных пунктов и так далее. Все они касаются, ну, вроде бы, не первостатейных, скажем так, вещей. Но, кстати, церковь упоминает, почему нет упоминания о Боге, поскольку понятно, да? Есть вещи, которые некоторые политики говорят, они ни в коем случае не должны попасть вообще в обсуждение, поправки по ним вообще не должны быть включены в тот список, который мы в апреле все должны будем проголосовать. По вашему мнению, вот из такого весомого блока поправок, да, какие следует считать архиважными, какие важными, какими не столь важными, какими просто заслуживающими вниманиями? Ну, во-первых, я хочу обратить внимание для того, чтобы было вообще четкое понимание. Конституция – это не обычный закон. Это закон, на базе которого затем строится вся правовая система Российской Федерации. И, соответственно, в зависимости от того, какие позиции заложены в Конституции, в зависимости от этого и осуществляется настройка и правовой системы, и законодательства в целом Российской Федерации. Поэтому относительно Конституции не действует общее правило, которое действует относительно принятия других законов. Существует специальный Конституционный закон, по которому непосредственно есть часть статей Конституции, которые меняются только на референдуме. И вот те поправки, которые сегодня касаются вот этих изменений, то они ни в коем мере непосредственно не могут войти в поправки, внесенные президентом страны. Естественно, да, они останутся незыблемыми, потому что они могут быть изменены только в процессе референдума. А есть часть поправок, которые применяют, часть статей, часть глав, которые можно изменить в ином порядке без референдума, без проведения референдума. Однако непосредственно с учетом того, что я сказала сама первая, о том, что сами по себе поправки носят характер, отвечающий тем трендам, которые сегодня есть в обществе, сегодня как раз и принимается такое решение, что их необходимо обсудить посредственно по всенародному голосованию. И вот здесь я хочу обратить внимание на то, что не должны те предложения, которые есть, выходить за пределы самой Конституционной инициативы президента страны. То есть если есть у кого-то, да, у каких определенных субъектов, те или иные предложения именно по поправкам президента страны, то тогда вот они будут рассматриваться. Вот как сегодня непосредственно, значит, вчера группа Клишиса рассмотрела часть определенных структурных поправок в этих нормах, то сегодня, значит, например, они касаются, есть такое одно из предложений о том, что в Совете Федерации появится группа сенаторов, да, которая будет там находиться пожизненно из экс-президента страны. Ну, вот это касается этих изменений. Вот они будут подлежать рассмотрению. Поэтому, а то, что предлагают сегодня вот поправки, о которых ты говорил, если они входят в разделы, которые только через референдум, они не будут рассматриваться. Но они должны быть тоже услышаны. Очень много ссылок на группу Клишис, которую вы упомянули только что. У меня, как у обывателя, вопрос. То есть я еще раз градирую. Юристы и экономисты, они разговаривают на немного ином, назовем так, языке, нежели простые граждане, которые ходят в магазин, покупают какие-то продукты потребления и так далее. Группа Клишиса. Те ли люди занимаются, скажем так, коррективой тех поправок, за которые нам предстоит всем проголосовать? Ну, во-первых, необходимо обратить внимание, что при принятии всех конституций подобного рода группы создаются. Это были группы Шахрая, сейчас это группа Клишиса. Ну, когда-то это была группа Шахрая. Сейчас это группа Клишиса. Это, грубо говоря, условное название по имени, значит, непосредственно наших либо сенаторов, либо депутатов Государственной Думы. А теперь относительно того, что мы говорим юристы и экономисты на неком другом языке. Вот у меня в руках собой конституция. Вот я тебе сейчас отдам. Пожалуйста, скажи, здесь есть какие-то слова, которые для тебя непонятны? Я уверена, что нет. Нет. Да, тут нет слов, которые непонятны. Ну, на вскидку, статья 33, к примеру. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, также направлять индивидуальные коллективные обращения в государственные органы и в органы местного самоуправления. Понятнее некуда. Понятнее некуда. Это самые простые документы, поэтому, соответственно, здесь никакого птичьего профессионального языка нет. Как такового. Ну, просто нам просто это поправки в конституцию страны. Обратимся к делам международным. Почему все-таки настаивает руководство страны на приоритете конституции над международным правом? То есть, не означает ли это то, что мы выпадем из системы международного права, и не ударит ли это по статусу страны в целом? Это не ударит по статусу страны, потому что каждая страна устанавливает в свою роль и место в международном, как частном, так и в публичном праве. Поэтому непосредственно здесь, в общем-то, это право страны. И страна выбирает такой путь. Это ни в коей мере не выбивает его из международной правовой системы. Вещь такая. Есть конституционный суд. И мы переходим к изменениям, вернее, к новым полномочиям, новым определениям, возможно, тех вещей, которые были до этого, но сейчас они трансформируются не в что другое. Конституционный суд. Те полномочия и вообще появилось же определение, как такового конституционного суда, насколько я понимаю. Раньше вот так вот обходили, да? Нет, его не так обходили. На момент принятия Конституции России это был новый орган, который появлялся. У нас в целом же по системе органов государственной власти все органы делятся. У нас законодательные, исполнительные и судебные. Судебную систему, как правило, и советская система представляла в основном Верховный суд. Сейчас очень четко там определяется роль и место конституционного суда Российской Федерации. И появляется уже его достаточно устоявшаяся компетенция, которая закрепляется конституционно. Ведь достаточно вот этого периода существования для того, чтобы с компетенциями работать. И сегодня Конституция закрепляет за Конституционным судом новые полномочия, да, посмотрев вот за 20 лет, какие функции они выполняют. А не превращается ли Конституционный суд, судя по тем поправкам, в некое карманное сугубо личное орудие президента? Основой деятельности любого суда является закон. Закон принимается Государственной Думой и, соответственно, исходя из этого будет действовать любой судья Конституционного суда. Кроме того, в системе Конституционного суда существует такое понятие, как особое мнение судей. И, соответственно, он вправе его высказать и приложить к решению, если с чем-то есть несогласие. А так вообще понимание для меня, в принципе, непонятно, когда говорят о том, что не превращается в некий карманный орган как такового. Это просто невозможно, потому что принимается решение на основе справедливости и законности. Хорошо. Если в прошлой редакции Конституции появился институт Конституционного суда, как вы сказали, сейчас мы становимся свидетелями того, что еще один орган власти, это Госсовет, получается, становится де-факто некой такой управляющей силой страны. Ваше отношение к усилению роли Госсовета и вообще, если посмотреть, что было и что будет? Ну, ранее вообще наша система управления не предусматривала Госсовета как такового, именно в том, с теми компетенциями, которые сегодня есть. А нынешняя непосредственная ситуация и именно потребности граждан, в том числе, требует того, чтобы появилась в системе управления такая структура, как Госсовет, с теми полномочиями, которые для него определяются. То есть каждое государство определяет свою структуру управления в зависимости от тех потребностей и необходимостей, которые есть в этот период в обществе. Они достаточно устойчивы, ведь это же, по сути, для чего и нужна в том числе Конституция, помимо базовой своей позиции, это закрепление прав и свобод граждан, это и установление основ, конституционных основ именно государственной власти, его структуры. Мы сегодня разговариваем с зампредом правительства, юристом Ольгой Валакиной. Мы говорим о тех изменениях Конституции, которые, за которой или против, ну, высказать свое отношение, к которым мы все должны будем в апреле месяц. Мы совершенно не случайно пригласили первым спикером в цикл обсуждения пунктов конституционной реформы Ольгу Валерьевну Балакину. Ольга Валерьевна курирует социальную политику в руководстве республики и хотелось бы, чтобы вы очень развернуто, да, я практически не буду вмешиваться. Два пункта из предложенных президентам касаются непосредственно социальной политики, социалки. Давайте мы вот развернуто ответим, разжуем, обговорим, объясним вот эти моменты, которые, почему они считаются архиважными, то, что даже президент настаивает на изменениях на их уровне. Прежде всего, необходимо обратить внимание, что это две позиции, которые касаются нашего гарантирования Конституции. А одна из основных задач Конституции – это гарантирование прав и свободы, гарантирование вообще жизни граждан как таковых, являются нормы, которые касаются именно установления минимального размера оплаты труда, приравненного к живо-житочному минимуму. Страна достаточно долго шла к этой ситуации, тогда, когда минимальный размер оплаты труда стал приравниваться к прожиточному минимуму. За 20 с лишним лет вообще самого по себе существования страны в новых условиях, к которым мы перешли, нам удалось лишь только в прошлом году на уровне Российской Федерации приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Якутия здесь была одним из субъектов, у которого это было достигнуто значительно раньше. И вот сегодня, для того, чтобы уже не было ни у кого никаких сомнений, что это именно так, и минимальный размер оплаты труда должен обеспечивать прожиточный минимум, должен быть ему рану, закрепляется это конституционно. То есть это еще раз говорит об определенном социальном факторе конституционных поправок, которые однозначно необходимо поддержать. Большим вопросом всегда являлось такое понятие, как индексация. В этом году индексируем, потому что есть деньги, в следующем году не индексируем, потому что денег нет. И, соответственно, под эту возможность или невозможность индексации попадали и, соответственно, ряд социальных выплат, в том числе касаемых различных пенсий, пособий. Поэтому сегодня также конституционно закреплено положение о том, что индексация является обязательной. И также есть такой момент, который... Ну, вообще речь идет о дополнении статьи 71 Конституции Российской Федерации. Вот она дополняется по поправкам президента страны двумя частями. И вот шестой частью она дополняется... Ну, так, там, шесть частей сейчас появляется в этой статье. Оно связано с тем, что непосредственно пенсия, которую получают наши пенсионеры, также гарантированно должна индексироваться. То есть это также те вещи, которые всегда могли быть каким-то определенного рода... В зависимости часто власти принимали решения, в зависимости от возможностей, есть ли они у них или нет, от бюджетных каких-то своих способностей как таковых. А сейчас очень четко Конституция гарантирует, поэтому это должно быть в обязательном порядке. То есть такой вот прорыв с точки зрения социальной направленности Конституции как таковой. То есть лично вам будет гораздо легче работать, потому что, а, до момента, когда вот эти поправки будут приняты, я уверен, что будут приняты, да, у руководителя, который ведет социальную политику, в отношении некоторых вещей, которые, ну, вроде бы, оприори являются... Объективно, да. У вас не было права просто сказать, ну, это же конституционное право. Да, ну, вообще совершенно верно, именно так я и хочу сказать, да, что сегодня уже каждый руководитель должен исходить из того, что это обязательный платеж. Так же, как прожиточный минимум должен соответствовать минимальной размере оплаты труда. Ко всему прочему, мы должны рассматривать, уже будем, значит, непосредственно живущие на Крайнем Севере, эту норму в соответствии с решением Конституционного суда Российской Федерации, которое было принято в декабре 2018 года, он касался того, что для тех, кто работает в районах Крайнего Севера, минимальный размер оплаты труда, соответственно, сверху него считаются коэффициенты и надбавки. И в какой-то мере, я, наверное, боюсь об этом громко говорить, но таким образом конституционно защищены наши коэффициенты и надбавки при совокупности чтения этих двух документов, новых поправок Конституции и того постановления Конституционного суда. Я надеюсь, что уже больше ни у кого споров по данному вопросу не бывает. А они бывали, да? Конечно. Чисто на практике. Да, вы же прекрасно знаете, что споры по поводу того, что вообще позиции разных, в том числе федеральных чиновников были, именно чиновников, да, я не боюсь этого слова, были связаны с тем, что, значит, давайте там уберем коэффициенты и надбавки, да, у нас тут профсоюзы чуть ли на улицу выходили по данному поводу, но мы всегда держали позицию о том, что это обязательство государства. Однажды взятое в результате того, что мы находимся в особых условиях. По большому счету мы сегодня смотрим на, вот лично я, как и как юрист, и как отвечающий за социальную сферу на определенную гарантию. Как поправки социального плана, который мы только что рассмотрели, скажутся на бедности? То есть снизится ли бедность в стране, или, вернее, повысится ли, каков прогноз? Как человек, который именно на сферу? Ну, а вообще, да, на что, как бы, как определяется критерий бедности, да, за чертой бедности у нас непосредственно живут люди, у которых уровень заработной платы или уровень дохода меньше прожиточного минимума. Как правило, да, общий фактор, да, как таково. Поэтому я думаю, что этот фактор подстегнет все эти процессы для того, чтобы работать в этом направлении. Но при расчете по бедности у нас считается, в том числе и иждивенцы в семье, да. Да, оно, безусловно, повлияет, но нельзя сказать, что в результате этих поправок, значит, мы там искореним бедность как таковую. Это большой комплексный план, который сегодня правительство республики в главе с председателем правительства поставлена задача главой республики, и мы будем дальше продолжать работать. И прежде всего через создание новых рабочих мест, которые бы обеспечивали вот этот вот уровень проживания граждан. То есть вот эти пункты, это не включенные, получается, специально, чтобы, ну, вещи, скажем так, насчет конституционного суда, насчет Совета Федерации и так далее, это же не касается массы в целом народа, да. Это вроде бы вещи, которые они есть, и люди знают, что они есть, люди знают... Это новая система госуправления, Дим, понимаешь, это просто новая система госуправления, прописанная в Конституции, да. Она, уже ее настройка говорит о более того, что раз ее перестройка, ну, такое изменение происходит, то возникла эта потребность, и, значит, необходимы вот эти рычаги. Этих рычагов власти не хватало для того, чтобы выполнять свои полномочия. Эффективную выполнять свои полномочия. Ведь все же достаточно и быстрее происходит, да, и очень многие позиции меняются, очень много недовольств тем, что, значит, вот действующие структуры, где-то неповоротливость структуры. То есть сегодня возникли вот такие вот новые тренды для изменений. А как повысится эффективность государства в целом? В случае принятия, еще раз говорю, вот этих поправок, которые... Эффективность принятия всех решений, в том числе, которые касаются каждого гражданина. Их можно будет принимать быстрее, более выявленней, понятно, под большую ответственность. Таким образом. Вернемся немножко, откатимся назад, к международным правам и прочим вещам. Все-таки есть, наверное, определенная тенденция в том, что люди, которые зачастую имеют двойное гражданство и так далее. Вот эти вещи, которые предлагает президент, собираются исключить. Да, действительно. Вещи, которые относятся к иностранным государствам, прошу понять. Осетлости и так далее. То есть, все-таки, можно ли говорить о том, что государство поворачивается не к лицам, больше к народу, нежели к партнерам по различным родам экономическим и военным блокам? Если речь идет о тех поправках, про которых ты говоришь, что каким новым критериям должен соответствовать президент страны, связанных непосредственно с тем, что он не должен быть гражданином, не должен иметь двойного гражданства, иметь, да, и не быть иностранным гражданином, да, и у него должен быть более высокий цен соседлости, как ты назвал, проживание Российской Федерации. Ну, это отсюда вытекающая, да, сама по себе структура, то она точно к этим государствам, она точно их не касается. Понимаете, да? Она касается именно того гражданина, который принимает решение выдвигаться в качестве, например, президента страны. И не более того, да, и это, в принципе, сегодня вполне оправдано, да, потому что только на территории своего государства можно отследить и имущество, и движение этого человека, да, как бы, от которого именно сегодня требуют граждане, чтобы это было прозрачно. Еще один орган, полномочий, который меняется, это Совет Федерации. Мы привыкли рассматривать Совет Федерации как некий, скажем, заповедник таких бонус, неприкасаемых товарищей, заслуженных товарищей, не просто так, а там место себе пробивших. Превратится ли вот этот вот слегка стагнирующий на данный момент орган в более эффективный? Я вообще категорически не согласна с той позицией, которую ты сейчас высказала, в части характеристики действующего Совета Федерации, да. Особенно последние 10 лет определенная трансформация Совета Федерации все-таки происходит. И мы сегодня благодарны, например, Совету Федерации за то, что они начали работать уже как чистая палата регионов. И если бы не площадка Совета Федерации, то разрешить воздействовать на правительство России с точки зрения выделения нам денег, например, на строительство онкологического центра просто бы не произошло. Именно на площадке Совета Федерации при активном участии воспитателя Валентина Ивановна Матвиенко была поставлена жирная точка в выделении этих денег для строительства онкоцентра в городе Якутске. То есть сегодня они уже и так начинают обрастать теми полномочиями и набирать свою силу с точки зрения именно их конституционного статуса, да, как такового и тех полномочий. Поэтому я здесь вот, ну, как бы понимаю, что это достаточно часто об этом говорят, но если внимательно, например, что для республики сделал Совет Федерации, да. У нас достаточно активный там сегодня сенатор Александр Константинович Акимов, да, который регулярно на площадках ставит вопросы Арктики. Вячеслав Константинович Штыров, который заставил Совет Федерации приехать сюда для того, чтобы здесь обсудить вопросы развития Дальнего Востока. И очень многие проекты, например, которые связаны, значит, там, и с тем, что, значит, кредитование сегодня уменьшенная ставка, как таковая, оно же впервые, пусть немножечко робко, но оно впервые звучало здесь на площадках именно Совета Федерации. Но сегодня тоже им необходим свой переформат, да, как таковый этот переформат сегодня и предлагается. Вот для того, чтобы продолжать осуществлять вот эту вот функцию для регионов. Ну, зная меня как определенного рода провокатора, да, в принципе, Ольга Варяне удивилась абсолютно. Ну, а все-таки будет ли это значить, что Совет Федерации, еще раз, я говорю еще раз насчет эффективности. Давайте ответ на это мы после небольшого перерыва произнесем, но вопрос звучит еще до перерыва. Означает ли то, что Совет Федерации более эффективно будет защищать интересы регионов, всех субъектов России на уровне политики, проводимой в стране? И сразу после небольшой паузы мы вернемся к нашему разговору, который я считаю архиважным, поскольку свою градацию провел, да, архиважным. В апреле мы все проголосуем, вернее, выразим свое отношение к поправкам основной документ нашей страны. И от этого будут зависеть очень многие-многие вещи, которые касаются непосредственно каждого из нас. Увидимся сразу после небольшой паузы. Во второй части программы «Один из нас» я задал вопрос зампреду правительства Республики Ольги Валерьевне Балабкиной. Означает ли расширение полномочий Совета Федерации в том, что он превратится в более эффективный орган по защите интересов всех регионов Российской Федерации? И ответ звучит в третьей части, в третьей завершающей части нашей сегодняшней программы. Ольга Валерьевна. Однозначно необходимо обратить внимание на то, что не меняется структура законодательного органа страны вообще. У Федерального собрания, которое состоит из Государственной Думы и Совета Федерации, остается та же самая главная законодательная функция, которую они выполняют. А это значит на основе Конституции принятие законов и после соответствующего их принятия Государственной Думы. На стране существует такая вот двухступенчатая система принятия законодательных актов перед подписанием моего президента страны. Какая функция вообще изначально у Совета Федерации, это своего рода сито на проверку вообще в целом, потребности, отвечают ли данные законодательные акции интересам регионов. И те изменения, которые проходят в их структуре, как они будут формироваться и с какими условностями, мы получим более эффективный законодательный орган, который сможет определенного рода баланс давать и Государственной Думе как таковой. При этом я хочу обратить внимание, что основной принцип, принцип выборности сенаторов, который представляет регион, он по сути дела остается. По сути дела остается. Я к тем и вещам, которые касаются взаимоотношений с другой видом власти, исполнительной власти. То есть у Совета Федерации получаются более расширенные полномочия в части назначения ключевых руководителей исполнительной власти. То, что мы называем этими вопросами, связанными с назначениями, с освобождениями, как таковыми, это в праве называется система сдержек противовесов. Каждая власть самостоятельна, при триединстве власти. И вот именно система, для того, чтобы власти, одна из первых статей Конституции заключается в том, что все власти равны. То есть равно федеральное собрание, значит, непосредственно равно правительство, равен Верховному суду. Каждая из них действует четко по строго своей компетенции. И вот это назначение не означает, что правительство становится вдруг в какой-то момент подотчетным федеральному собранию. Нет. Это говорит о том, что непосредственно правительство формируется именно через систему вот этих сдержек противовесов. Вот так орган власти, законодательный, регулирует и создает это правительство как таково. Создает. И оно вот здесь находится в том числе под ответственностью федерального собрания. Тогда, когда государственное собрание Илтумен Республики Сахая-Кутия нас, например, согласовывало как членов правительства, согласовывая, оно делило с нами ту ответственность, которую мы несем на своих местах. Еще раз, говоря о том, что все-таки власть для населения, она одна как таковая. Но это не значит, что мы стали под ветви, под 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 подчиненными или с обязательными указаниями. Каждая власть действует в своих пределах. И уже те законы, которые будет принимать федеральное собрание, они будут касаться и правительства. Правительство в свою очередь носит зак инициативу в парламенте. Вы являетесь носителем того имиджа, который существует у населения. Вы сами сказали только что, что власть для населения по сути одна. Там нет конституционного, там нет исполнительного. Так же, как и нет разделения в Муниципале. Есть власть. И поэтому, посмотрите, очень часто у нас возникала такая ситуация. Это не мое полномочие, это полномочия республики. Это, значит, республика говорила, не мое полномочие, а полномочия муниципалитета. И вот надо сказать, что конституция это исправляет. Потому что она говорит о том, что вот есть раздел, который касается местного самоправления. Это публичная власть. Власть, которая отвечает публично перед своими гражданами. И не надо делиться между собой. Нужно вместе выполнять задачи, которые поставлены. Такая ситуация. Повысится ли все-таки имидж власти, которая сейчас терпит кризис? Я не могу сказать, что сегодня у нас есть четкое исследование, по которому власть терпит кризис. Есть механизмы, которые начинают скрипеть. Такое ощущение, что в телеге не хватает иногда масла. Вот для подлива масла и для ускорения, я думаю, что это будет достаточно эффективно. Хорошее определение. То есть мы все едем в одной телеге, в одних санях. И полозьям, либо колесам не хватает никакого любриканта, в роли которого выступают те изменения, которые продиктованы в данном случае президентом страны. Да, конечно. Ну, то есть на это и президент страны для того, чтобы определять, где какой механизм должен работать более слажен. Ехать, значит, будем быстрее. Мы не просто будем ехать быстрее, мы будем ехать более эффективно при принятии решений. Более эффективно. Вот давайте мы сейчас еще раз забудем, что вы представитель власти, забудем, что вы юрист, забудем, что вы носитель того имиджа. А почему мне, допустим, или Ивану Иванову, Петру Сидорову следует обязательно пойти и высказать свое отношение к тем изменениям, которые предлагает президент? Потому что ты гражданин Российской Федерации. И я гражданин Российской Федерации. И вот ровно такой герб, как на Конституции России, есть на моем паспорте. Если кто-то из нас когда-то будет жить в другом государстве, он будет высказывать свою позицию, свое отношение к Конституции и изменения в нее, в другого государства. А сегодня это просто потому, что мы по праву родились здесь. И по праву должны непосредственно свое мнение высказывать относительно того, как будет устроен тот самый механизм, который имеет управленческие функции. Поэтому я считаю, что это только потому, что гражданин России. Логично ли то, что об изменениях заговорил президент? Не другие ветви власти, не тот же Конституционный суд, не законодатели? Право Конституционной инициативы есть у каждой ветви власти. Но сегодня именно президенту очень четко видны те моменты, которые необходимо исправить именно с точки зрения госуправления. Все равно существует определенного рода негласное понимание, что может изменить глава, а что должно изменить само правительство. Если бы это касалось каких-то норм, которые находятся в рамках какой-то определенной компетенции правительства, можно было непосредственно, чтобы выступил, возможно. А здесь все-таки касается самой структуры управления. Это однозначно прерогатива главы президента страны. Так же, как и у нас по Конституции Республики. Право Конституционной инициативой, например, обладает, помимо главы Республики, правительства, законодательный орган, обладает, например, Федерация профсоюзов. Но Федерация профсоюзов точно не может, например, выступить с инициативой об изменении вообще всей структуры власти как таковой. Все же у каждого все равно в этой системе сдержек и противовесов своя ниша. Вопрос, который, может быть, вам не понравится. Я должен задать этот вопрос, поскольку, еще раз, социальная политика, власть. Не секрет, что пенсионная реформа, которая в прошлом году, скажем, начала набирать обороты, в ней был запущен механизм пенсионной реформы, особой популярностью у народа не пользуется. То, что и в тех поправках Конституции звучит слово пенсия и другие социальные выплаты. То, что правительство Мишустин, вернее, сам руководитель нового правительства Мишустин в первое же публичное выступление упоминает слово пенсии. Возможно ли такое, что вот той пенсионной реформе будет дан легкий задний ход? Просто ваше мнение, как гражданина, как юриста. Я думаю, что сегодня любые изменения, которые происходят в пенсионной сфере, они были обоснованы и, значит, непосредственно определялись теми или иными позициями. У той пенсионной реформы, про которую мы говорим, для нее было очень четкое обоснование. Да, было обоснование в большей степени финансово-экономического блока. Но она уже закрепилась и пошла. Я не вижу сегодня пока оснований каких-то, которые бы говорили о необходимости изменения финансовой ситуации, позволяющей нам говорить об отказе. Другой разговор. Конституция страны очень четко говорит. Мы гарантируем, что пенсия должна быть индексирована. И вот уже по размеру этой индексации, по каким-то иным составляющим ее, ни для кого не секрет, что чаще всего индексация бывает достаточно маленькой, недостаточной. Кажется, что недостаточной. Если брать в объеме расходов всей страны или в объеме расходов той же республики, это действительно большая сумма. Мы сегодня вообще в сфере пенсионного законодательства и начисления пенсии должны навести непосредственно все-таки такую определенную ревизию с какой точки зрения. Ведь у нас же очень много, особенно последние 20-25 лет, было людей, которые официально и не платили взнос в пенсионный фонд. Или же непосредственно работали какими-то иными способами. То есть не всегда это было в системе. И вот сейчас наступает период, когда пойдут в том числе и у них начисления пенсии и пособий. Вот здесь нужно уже смотреть о том, как эта система сработает. То есть у нас есть новый вызов в плане пенсионных следующих позиций. Появится очень много людей, которые не оформлялись на работу, и они будут непосредственно начать социальные пенсии. Вот здесь поэтому сами по себе пенсии сегодня должны быть загарантированы. И они загарантированы. Уже будут пенсионные законодательства отвечать новым вызовам. Хорошо. То есть в принципе это я могу дополнить просто своими словами в заключении, что гарантии индексации пенсии являются неким дополнением к слегка непопулярному пенсионной реформе, которая в последний год имела место быть. Но это так, к слову. А, нет, просто гарантия закрепления индексации пенсии и пенсии вообще, это прежде всего, что пенсия конституционная будет гарантирована. И никаких слухов о том, что следующая конституционная реформа будет, отмена пенсии быть не должно. Хорошо. Спасибо большое. И я еще раз рад представить первого спикера, такого цикла внутри цикла. Есть целый цикл программы «Один из нас». Сегодня вы являетесь одним из нас, который больше всех, я думаю, разбирается и в социальной политике, и в юридических тех моментах, которые касаются основного закона нашей страны. Ольга Валерьевна Балаткина была сегодня гостью программы «Один из нас». Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует...